Всем привет! Вы слушает SD-Cast, 50-й, можно сказать, такой юбилейный выпуск. С вами, как обычно, в этой студии я, Кэс Даймон. Сегодня у меня в гостях Иван Гус, директор аналитического департамента ВАВИТО. Вань, привет! Да, привет! Ну, по традиции, расскажи немножко пару слов о себе, чуть больше, как вообще давно ты чем занимаешься, как попал в наш айтишный мир. Давай, да. Я сам закончил физтех, факультет управления прикладной математики, там же защищался, кандидат физмат-наук. Карьера у меня складывалась следующим образом. Вначале я работал в такой компании под названием Forexys. Это такая достаточно небольшая компания, можно сказать, такая компания, некий такой бутик, который занимается прикладными разработками в анализе данных, где мы как раз разрабатывали некий наш собственный софт для банков и телекомов по различным прикладным задачам, таким как прогнозировать отток клиентов, различные кросс-ап-сел и кампейн-менеджмент приложения, кому, каким клиентам, что лучше предлагать. Это где-то года 4 я там поработал. Было очень интересно, на самом деле, было посмотреть на то, как устроена наша индустрия. То есть было интересно, потому что мы разрабатывали собственные продукты, с нами конкурировали довольно большие бренды мировые, и было довольно интересно понять, где, собственно, ну как, на самом деле, локальные нишевые игроки в некоторых случаях могут быть гораздо быстрее и шустрее, чем там большие неповоротливые вендоры. Потом, после этого, я пошел работать в компанию IBM, в российское представительство. То есть это довольно интересный опыт, потому что в основном российское представительство компании IBM занимается в большей степени именно продажами. То есть здесь, в российском представительстве, ну, примерно на тот момент, какой-либо глобальной разработки не происходило, но у них очень интересная была ситуация, потому что к тому моменту компания IBM купила много отличных там бигдата проектов, а также большую линейку SPSS, ну, вот это такие статистический софт. И, соответственно, там, многие из нас знают SPSS как какой-то там статистический инструмент сугубо, который в институте проходит, вот, но на самом деле у них есть еще большие такие интерпрайз-продукты, и которые довольно, на самом деле, интересно внедрять. Вот, я как раз, когда пришел туда, отвечал за пресейл, ну, и некую помощь на начальных этапах внедрения вот по России и СНГ этого аналитического софта IBM SPSS. На самом деле там линейка очень широкая, то есть там все, начиная от подготовки данных, заканчивая там управлением моделей, когда они там в продакшене уже есть. Вот, на самом деле очень интересный опыт, потому что где-то я года три, наверное, там этим занимался, этим работал, то есть тоже интересно, мы начинали как бы совсем таких там маленьких проектов, в конечном итоге там довольно, ну, то есть довольно много таких заказчиков внедрились, и было интересно, на самом деле, посмотреть, какие основные там проблемы возникают при реально и продажах, и внедрении подобного рода больших решений. Потому что надо понимать, что это довольно тяжелые решения, там это не просто прийти, там лицензии кому-нибудь отдать, как бы и все. Вот, то есть это реально нужно там всем объяснить, что, зачем. Вот, очень важна там как бы культура людей в компании, которая есть, чтобы это все можно было использовать. Вот, а потом у меня был очень, знаете, еще интересный опыт тоже в компании IBM. У них есть такая программа, называется Global Ambassador Program. Суть ее, собственно, заключается в том, что технические специалисты, ну, таких, скажем так, более мочиво-маркетов, да, то есть более, так сказать, развитых рынках, ну, Россия, в принципе, относилась к довольно-таки более развитым рынкам, потому что у нас там, в общем, это было, знаешь, еще до 2010 года, в принципе, инвестировали хорошо в аналитику. Вот, специалисты этих рынков могли поехать на более такие, такие, как сказать, развивающиеся, то есть понятно, что это как раз Россия называется развивающимся рынком, но есть там еще более развивающиеся. Например, можно было поехать там в различные страны Африки, собственно, с целью передачи некой технической экспертизы людям, которые там есть, да, вот в этих развивающихся рынках, и тоже посмотреть там, так сказать, на мир, как у них все это устроено. Вот, интересно, я выбрал, собственно, Саудовскую Аравию. Вот, и довольно был интересный, собственно, опыт. Несколько недель я туда ездил, там тоже ходил по клиентам, на все это смотрел. Вот, то есть, ну, там, культура, конечно, у людей, она там принципиально вообще другая, отличается от того, как это есть у нас. То есть, знаешь, так очень было интересно на все это посмотреть. Ну да, да. Вот, ну, то есть, очевидно, там, с точки зрения развитости аналитики, во многих аспектах где-то они превосходят, потому что вот эти страны, они там активно в этом инвестируют, и там много экспатов, которые там занимаются, вот. Но там местная культура там находится на более таком уровне, так сказать, ну, я бы сказал, все-таки ниже, чем это есть у нас. Вот, после IBM я как раз пришел в Авито. Это было где-то, знаешь, 2013 год, да, так где-то вот весной. Вот, я сюда пришел. Авито, на самом деле, тогда еще было небольшой компанией. То есть, я пришел не в самое начало, это где-то был второй, собственно, этап развития. То есть, с самого начала Авито вообще все сидело в одной комнате, там, на одном офисе. Я пришел уже во вторую итерацию, когда Авито помещалось в двух комнатах. Ну, это было тоже очень такой забавный, чисто такой, знаешь, стартаперский экспириенс, когда в одной комнате, собственно, сидят там и фаундеры, и юристы, и продажники. Слушай, как ты сразу такой вопрос, а как ты вот решил променять, так сказать, какой-то такой вот IBM? Да, на самом деле, очень хороший вопрос. Вендоры, интерпрайсы вот на какой-то стартап, то есть, как бы, ты на тот момент уже, не знаю, уже был женат? Ну, то есть, как бы, там, семья, что-то такое уже? Да, да, да. Нет, я был уже женат, да. Тогда тем более это, как бы, интересно. Дети уже были тогда. Вот. Смотри, да, на самом деле, это, на самом деле, очень интересная штука. То есть, знаешь, вот, в больших вендорах там, на самом деле, очень интересный опыт, то есть, я всем рекомендую через него пройти, вот, но там за какое-то время работы, в принципе, ты понимаешь, что ничего нового уже тебя особо не ждет. Поэтому примерно все повторяется одно и то же. Есть заказчики, есть некий цикл им продаж, есть определенная российская специфика, которую мы все понимаем есть в России, как это там работает. И, в общем-то, пройдя эти циклы продаж условно 10 раз, ничего принципиально нового, я посмотрел в мире тоже, как это работает в каких-то других местах, то есть там примерно все везде устроено одинаково, то есть приходит понимание, что надо искать чего-то другого. Да, инвизи еще основная была большая проблема, которую я тоже понял. Вот в той сфере, в которой я участвовал, в частности в IBM, там, понимаешь, мне не хватало как раз некого такого возможности, так сказать. Ну, исследовательской какой-то. Да, то есть как бы возможности забивать головы и посмотреть результаты. То есть, понимаешь, я участвовал только на первом этапе, то есть, грубо говоря, это постоянная гонка, потому что в конечном итоге, как я тебе говорил, офис российский, он отвечает как бы за продажу, поэтому, очевидно, в первую очередь всех интересует, так сказать, успешность любого сотрудника меряется в количестве закрытых сделок, и там, так сказать, денег, которые, в конечном итоге, как-то ты принес. Вот, поэтому это уже дальнейшие команды, по сути, участвуют, которые даже, ну, то есть, по сути, в России даже, наверное, немножко другая факта, мы должны были полностью переложить на неких местных партнеров факты внедрения, и там большой возможности до конца прям отслеживать у меня не было, и я как раз, знаешь, видел вот эту большую проблему, что очень много усилий у нас, ну, по крайней мере, в российских реалиях тратится на то, чтобы начать сделку и там всем объяснить, зачем это нужно, но потом, когда факты договоренности уже у тебя как бы есть, вот, то интерес у бендеров к этому сильно гаснет, вот, и там, ну, до конца дела не доводятся, в том смысле, что вот конечную пользу заказчики от аналитики получали очень и очень редко, вот, это меня там очень сильно, в общем, коробило, да, к этому моменту, что, так сказать, все, чему я учился, потому что, еще раз так, я начинал тоже в компании такой, относительно стартаперской, то есть там, где прямо вот там ты сам все делаешь до конца, там, со всеми общаешься, смотришь, что как, да, вот тут вот этого очень сильно не хватало, и когда, собственно, появилась возможность, так сказать, можно сказать так, вернуться к истокам, но я с удовольствием на самом деле это воспринял, ну, потому что, то есть, ну, были, уже тогда у Авида были там большие амбиции, то есть, хоть она была такой небольшой компанией, но уже тогда она была федерального масштаба, там очень быстро росла, и как раз, то есть, встали все те проблемы, которые я ходил, так сказать, всем рассказывал, даже там был опыт, ну, реализации, так сказать, реализовать это уже там, ну, в гораздо большем масштабе, вот, поэтому, там, с одной стороны, работаешь там и в глобальном вендоре, там, да, все знают, вот такое IBM, там, это круто, вот, другое дело, на тот момент, там, Авида просто какая-то доска объявлений, что такое, вообще непонятно, да, с глобальным вендором иди в какую-то доску объявлений, непонятную, вот, там, барахолка какая-то, вот, то есть, на самом деле, примерно, знаешь, там у меня где-то было две итерации, то есть, вначале мне там написала Чар, и сказала, нет, спасибо, неинтересно вообще, да, так как бы, вот, но потом, соответственно, мы пообщались уже с ребятами, которые здесь рулили бизнесом, и, ну, то есть, я там реально проникся, то есть, они мне реально там продали эту идею, я понял, как я могу здесь себя реализовать, и, ну, то есть, я нисколько не жалею, что я сюда пришел. Ясно, слушай, ну, давай расскажи, наверное, чуть поподробнее, чем ты в Авито, в общем, сейчас занимаешься, как раз подойдем. Смотри, да, на самом деле, вот я как раз пришел где-то там, три с половиной года назад, за то время достаточно много нам удалось сделать, давай, может быть, сначала пару слов, так сказать, о контексте, чтобы понимать, что мы делаем здесь, чтобы было там, вот, то есть, смотрите, Авито, как бы, компания федерального масштаба, да, по сути, у нас там есть, там, все регионы, практически, которые есть в России, это все наши рынки, да, и у нас есть, как она вообще в принципе работает, то есть, есть вот регионы, есть так называемые вертикали, да, то есть, на Авито можно там купить и продать все, что угодно, то есть, мы условно делим, классифицируем это на пять вертикалей, а именно это там, найти там сотрудника или работу себе, там, любые услуги, транспорт любой, там, купить, продать машину, то есть, недвижимость, причем, как долгосрочная, так и краткосрочная аренда, и, что называется, general, то есть, ну, любые used goods, любые товары там, потребления, но обычно это именно used goods, то есть, какие-то использованные товары, да, вот, то есть, по сути, сюда, в эти категории попадает все, что угодно, то есть, начиная там от детских, там, старых шмоточек, заканчивая там авиалайнерами, вот, в принципе, все вот в этом, всем спектре можно купить, даже я видел, когда-то продавали авианосец, наверное, это была шутка, вот, также на авито можно там поискать всяких там братьев и сестер, если там внимательно смотреть, вот, там тоже есть много любителей, которые любят продавать их, вот, то есть, соответственно, авито, и вот интересно, что, поскольку компания федеральная и работает, по сути, там, ну, грубо говоря, на всех рынках, да, то весь бизнес, он сильно, то есть, он сильно разный, знаешь, там тяжело даже сказать, типа, вот, кто наш клиент, то есть, он у нас в каждом там, в своем месте клиент, он свой, вот, и поэтому такие задачи тоже довольно, ну, задачи возникают очень интересные, то есть, в чем, собственно, основные задачи, давайте начнем сначала, то есть, первая задачка, с которой мы начинали, это, в принципе, бизнес, понятно, такой федеральный и разбит на вертикали, и в каждом регионе, в каждой вертикали, грубо говоря, свои еще есть конкуренты, то есть, ну, то есть, как бы у нас есть там достаточно небольшой, полубольшой горизонтальных федеральных конкурентов, он там довольно небольшой, в основном мы конкурируем с какими-то локальными игроками, ну, там банально, там в Москве, там недвижимость Коинсиан, там какой-нибудь Автору, тоже, да, там машины, там где в Сибири, там какие-нибудь дром, там, и так далее, вот, то есть, там как бы есть в каждом там районе какие-то свои, там, в Егатеринбурге, какой-нибудь там портал, и один, ну, и так далее, то есть, как бы эти все вещи есть, вот, и мы с ними конкурируем, как большой масштабный, большая федеральная компания, вот, и здесь, собственно, первичная задача, это, чтобы это делать эффективно, то есть, надо понимать, что каждый из них, ну, специалист на своем рынке, да, то есть, он локально понимает, что происходит, вот, это их, как бы основное, как бы конкурентное преимущество, я прям знаю детально свою специфику, именно в моем вертикале, именно в моем городе, потому что я всех знаю, вот, соответственно, нам нужно чем-то с этим бороться, и, собственно, компания, там, до 2012-2013 года развивалась на неком таком Godfilling, то есть, в целом понятно, что было делать, вот, но после этого уже стало непонятно, потому что сильно прагментировался рынок, и нужно решать, вот, и, собственно, первая задача, которая приходила, ну, то есть, нужно было решить, это, ну, самая гена, это построить, и консолидировать все данные, чтобы можно было делать какую-то, ну, довольно там, продвинутую аналитику дальше, то есть, пока у тебя нет данных каких-то, и систем, и все работают там в Excel-ах, грубо говоря, да, очень тяжело вообще говорить о, там, каком-то там умном принятии решений, вот, потому что, ну, ты банально будешь не успевать, то есть, если там, условно, там, чтобы сделать отчет за месяц, тебе нужно ставить задачку, там, в IT-департамент, две недели ждать, пока ты что-то сделаешь, это сделать с багами, потом еще две недели править, и так далее, и каждый раз, когда делается какой-то фикс, там, где-то что-то еще ломается, в отчет, то все равно это, как бы оно не очень работает, да, просто, вот, поэтому там первый этап, это, очевидно, там, всегда это гигиена, ну, то есть, нужно просто сделать траст от дата-сорса, вот, и, в принципе, этот там стрим, как бы идет до сих пор, то есть, когда Авито развивается, есть отдельная команда, которая, вот, там, я очень прям, горжусь командой, которую нам удалось сделать, команда дата-инженеров, которые вместе собирают и консолидируют все данные, для того, чтобы можно было их дальше анализировать, то есть, без этого, как бы откуда... Да, ну смотри, да, давай, то есть, это, обычно, то есть, данных много, есть некие ключевые, источники, которые есть, то есть, во-первых, все, что связано с, ну, какими-то транзакционными действиями пользователей, зарегистрированные пользователи, когда они есть, дальше, там, какие объявления они подают, с кеми характеристиками, кто подал, какие платежи совершает, вот, какие объявления, там, смотрят, вот, ну, какие-то транзакционные данные, такие, ну, большие, которые прям фиксируются, ну, там, в обычной базе, на которой работает авито. Вот, есть более детальные данные, там, мы их называем клип-стрим, это, собственно, уже именно действия любых, так сказать, пользователей, которые есть на авито, которые могут быть, там, даже анонимные, разлагированные, ну, залогированные, разлагиненные, неважно, то есть, ну, это, в принципе, все клики, которые совершаются, это очень интересные данные, То есть, их там реально большой очень объем Ну, понятно, да, еще В них как раз самая, собственно, суть сидит Потому что вот когда ты объединяешь вот эти вот Резакционные данные с поведенческими То там можно очень много всяких Интересных вещей как раз делать И здесь самое интересное же, что видишь, у нас Поскольку четыре платформы, то есть Есть веб, ну, который большой веб Есть мобайл веб, есть андроид Есть iOS, вот, и нужно с них Как бы все вместе сливать все данные, как бы Объединять, очищать там, чтобы дальше Ну, очевидно, что еще и поведение тоже отличается Надо же как-то это вот сопоставить одно с другим Условно говоря, наверное, какой-то такой Да, на самом деле, ну, там, на самом деле есть много Всяких интересных анализов, знаешь, там, первая там Большая, допустим, проблема, это В принципе, очистка вот этих данных Там от ботов, потому что там, так сказать В трафике там процентов 30 даже больше Это, собственно, боты различные Причем не только те, которые Ну, там, классические, там, Яндекс, Гугл, да, там Поисковые движки, а В Косифайдах там есть одна из больших проблем Это то, что Там, все, кто Там от мало до велика Любит писать различные партеры для того, чтобы Собирать досок объявлений Ну, собственно, контактные данные пользователей Или, в принципе, объявления, чтобы написать какие-нибудь собственные Апликухи, которые как-нибудь потом там дополнительно Их там что-нибудь там тебе как-то Анализируют, что-нибудь подсказывают, вот И такого, в общем, очень много И вот с этим вот там Мы по-разному там боремся, но как минимум Там это нужно выпиливать из статистики, потому что Вот эти все действия, они там очень сильно Как бы всю картину смещают Вот, то есть, например, там Если ты нормально не умеешь что-то выпиливать То тебе очень сложно, в принципе, рассуждать На тему там, осколку у тебя покупателей Например, да, потому что покупатель приходит, он там Анонимен, ему не надо там логиниться Ну, что-то такое делать, да, просто посмотрел Запросил где-то там, там, у нас называется запрос Телефон, он сказал, ну, просто открыл Как бы факт, там, посмотрите телефон Или там написал кому-нибудь в чат, да Вот он при этом довольно анонимен И нужно вот понять, сколько вот таких Как бы нормальных, а сколько тех, которые Как бы роботы, вот, чтобы их отличать То есть задачка на самом деле Сама по себе довольно интересная, вот И мы там постоянно ее там переделываем Потому что, ну, сам понимаешь, что там тоже Технологии не стоят на месте, вот И там есть много людей, которые, которым, в общем, очень интересна эта информация Очевидно Да, ну, кстати, будет интересно узнать, как примерно просто вы это анализируете То есть как вообще, в принципе, все это вот устроено Отличить бота То есть это какие-то, ну, понятно, что какие-то там статистические, видимо, там, алгоритмы Или как, просто что это, нейронные сети, я не знаю просто Да, ну, смотри, здесь, то есть, понятное дело, там, я супер там не могу рассказать подробностей На самом деле Ну, понятно, да, ну, хотя просто в общем понимание То есть, смотри, говоря так, там, какого-то супер-мега-машинного обучения там нету, да Потому что там, ну, нужно там довольно быстро в реал-тайме это делать Вот, там есть несколько этапов этой очистки То есть есть очистка, которая делается на, так сказать, ну, быстро Чтобы фильтровать ботов и там, ну, не показывать им контент Если мы там в реал-тайме видим, что прям это бот Есть очистка, которая происходит там уже вторым этапом Когда прошло какое-то время, то есть мы накопили полную информацию по сессии, что произошло, да И уже можем постфактум, анализируя полную историю поведения, можем, допустим, его выпиливать из статистики Это, допустим, важно, когда, например, эти боты делают там клики по каким-то рекламным продуктам Чтобы мы не списывали денег с рекламодателей Соответственно, мы там, нам нужно это постфактум выпиливать Вот, поэтому там обычно есть два этапа Вот, там, ну, короче, то есть грубо, это просто большое количество евристик Вот, различных, которые есть Ну, то есть там какие-то евристики банально, что если ты там делаешь определенные действия Которые там объективно, там, очень маловероятно, что человек мог бы сделать Ну, там очень быстро кликнуть там два разных места, условно говоря Ну, там, типа того, да, типа того Ну, в общем, есть некие паттерны, как обычные люди должны там делать, да И как они там точно делать, делать не могут Либо просто есть какие-то очень большие резкие пихи, которые потенциально люди могли бы делать Но видно, что там обычно в истории таких всплесков не было, но он резко возник Поэтому мы лучше его там просто вырежем, как бы, и все Вот, там, еще раз говорю, там какой-то супермашинки пока нет, мы к этому движемся Вот, но, как показывает практика, на самом деле, компания Посмотри, вот эта область выпиливания ботов, она сейчас очень вообще развита Есть огромное количество компаний, которые предоставляют услуги для этого Вот, и практика показывает, что там даже самые, ну, самые крутые из них У них всегда эти методы такие, так сказать, что называется Human-машины, в общем, системы, когда у тебя есть одновременные машинки Ну, машинные обучения, это алгоритмы, которые решают наиболее, там, очевидные кейсы Вот, ну, и также есть всегда human-часть, когда какие-то неочевидные вещи Люди сидят и постоянно их тоже доразмечают А, собственно, вот, как бы вы не строите насчет, на этом, как бы, некие экспертные системы Чтобы вот этот human-фидбэк, да, так сказать, потом мог попасть уже, как бы, и дополнить, улучшить машинную часть Чтобы, так сказать, ну, вот, смещать акцент в сторону, так сказать, машинного больше Ну, смотри, то есть, неявно у нас, в принципе, это есть, потому что, как это у нас происходит Да, у нас, мы смотрим все наши дашборды, все наши графики, куда-то у нас трафик движется Куда там наши пользователи, покупатели, там, как вообще все это развивается И когда мы видим явно какие-то на них там аномалии Вот, а мы это видим, в том числе, там, поминутно смотрим эти графики Вот, это повод, собственно, пойти, покопать, разобраться и добавить какое-то новое правило Поэтому пока что это, ну, фактически, это, считай, такое классическое обучение с учителем С учителем, да, да, да Мы вручную берем эту юристику, находим ее, соответственно, туда, ну, то есть, реализуем, добавляем к списку правил, которые есть Опасная практика, ну, то есть, на мой взгляд Ну, пока что мы к этому не пришли, и там, ну, большой необходимости, на самом деле, нет Полностью отдавать это на машинку, потому что она может начать, там, довольно сильно все вырезать Вот, и в какой-то момент может возникнуть, там, ну, неадекватная ситуация Я объясню, почему, потому что, понимаешь, постоянно продукт тоже меняется, авитовский Вот, где-то могут возникать какие-то всплески, и они нормальные Вот, то есть, в принципе, там, допустим, сделали редизайн какой-то страницы, сделали, там, что-нибудь там еще И возникают, как бы, аномалии Ну, да Вот, вот, и если бы работала бы постоянно какая-то машинка, ну, то есть, у нас просто такие прецеденты были То она там начала бы неадекватно на это реагировать Поэтому, то есть, все эти аномалии, в любом случае, обрабатываются вручную Мы смотрим, там, что к чему, и добавляем соответствующие правила Вот, ну, то есть, это просто, так сказать, более такой подход Правильный, потому что, видишь, ну, то есть, числа статистические, которые, статистику, которую мы потом на основе этого считаем То есть, она важная, она там, мы используем ее внутри Ну, там, репортим тоже в, ну, наверх в том числе И, как бы, ну, нужно четко отдавать себе отчет, что там происходит под капотом Вот, поэтому это, как бы, то место, где мы не можем полностью ее отдавать там Ну, понятно, да На автоматизацию Ладно, хорошо, вот, значит, ты уже сказал там про вырезание ботов Какие еще, собственно, там всякие задачи у вас интересные есть Да, значит, смотри, то есть, это, в принципе, все, что связано с консолидацией, да Как я говорю, там, это два основных источника, там, транзакции и кликстрим То есть, есть, на самом деле, источников еще большое количество Это различные данные, там, внешние, рыночные данные Можно подгружать себе это данные по, допустим, всяких и всяких рекламных систем То есть, когда, какие рекламные системы, там, сколько нам денег приносят, сколько там кликов на них происходит То есть, причем, как реклама, которая крутится на вид, так и, собственно, ну, наш собственный маркетинг Когда мы к тебе пытаемся приводить пользователей, да, вот, в принципе, собирать информацию по тому, откуда пришел пользователь Там тоже очень полезно, чтобы понять, какие рекламные каналы, насколько эффективны Ну, понятно, да Вот, да, то есть, в принципе, глобальная идея, чтобы все данные консолидировать В идеале у нас-то в одном месте сделано Для того, чтобы потом, ну, любые аналитики могли это анализировать То есть, чтобы нам, знаешь, не было требований, что нам нужны, там, мега-бигдата инженеры Чтобы, там, делать какие-то сложные анализы То есть, у нас философия немножко другая Мы, как бы, вначале эти данные консолидируем, то есть, ну, собственно, да, этими бигдата инженерами И готовим уже к анализу То есть, в определенных, там, понятных витринах То есть, данные уже, как бы, настаиваются для того, чтобы их можно было анализировать А потом люди уже с ними могут работать Вот, и, как бы, следующий слой поверх этого у нас Это как раз ребята, которые, команды, которые занимаются всей Некой отчетностью и такой аналитикой То есть, у нас философия, в принципе, компании такого, так называемого, self-serve, self-serve BI Это когда мы делаем некий внутренний инструмент и дальше их всем раздаем Дальше, чтобы люди на местах могли самостоятельно заниматься анализом Чтобы не было такого, что... Сделайте мне новый отчет Ну, да, типа, сделайте мне новый отчет Или вот я хочу вот такую вот выгрузку, сделайте мне ее, пожалуйста То есть, мы пытаемся... Ну, это, очевидно, да, мы не можем на 100% от этого уйти Вот, конечно, есть, но там мы стараемся 95% из этого автоматизировать И дать, собственно, людям инструмент анализа Потому что, то есть, в этом как бы сама суть То есть, пока ты... То есть, опять же, сам процесс вот этого познания То есть, анализа данных и формулирования собственных гипотез И, собственно, их некое раскапывание данных осмотра Он порождает очень много интересных мыслей В тех людях, которые это делают Поэтому принципиально не хотим делать так, чтобы, грубо говоря, какой-то Ну, словно, отдельный бизнес или продакт-менеджер формулирует гипотезы Там, соответственно, другой человек там идет и их проверяет Вот, то есть, как бы мы хотим максимально приблизить полностью Этап анализа данных и принятия решений И полностью, ну, то есть, так сказать, вот Отдать ответственность эту и возможность именно вот фронтлайн людям Вот, поэтому, собственно, как раз вот задача вот этой команды Которая занимается отчетностью Вот предоставить этот self-serve BI в команды Вот, ну и также, естественно, он состоит из аналитиков Которые, ну, решают какие-то прикладные задачи То есть, которые сами пытаются формулировать гипотезы И что-то, принимать какие-то решения Или проводить какие-то тесты, эксперименты Для того, чтобы, там, оптимизировать сайт Ну, там, есть какие-то банальные вещи То есть, я думаю, ни для кого не секрет То есть, проведение различных АБА-тестов Для того, чтобы улучшать продукт Да, там Ну, это все начинается, там, от банального Там, давайте побольше Например, придумаем, как больше пользователей нам там регистрировать Как там сделать форму регистрации правильно Там, давайте попробуем придумать Как нам, там, не знаю Увеличить монетизацию Каким образом называть, там, всякие разные кнопки Вот, ну и так далее То есть, можно, там, различные, знаешь, гипотезы делать На тему, там, что называется, там, социальная Social proof, да Это когда, там, допустим, мы хотим повысить тоже какую-то монетизацию И говорим, вот этот продукт, там, воспользовалось уже сегодня Вот, там, три тысячи человек, как бы, да И, там, фоточки тех, кто, там, у тебя есть соцсети И твоих друзей, кто это сделали, да Ну, то есть, такие стандартные темы То есть, их, очевидно, все надо тестить, потому что, там, не очевидно Когда они, там, хорошо работают И когда плохо, вот То есть, усложнять продукт лишний раз тоже не хочется, да То есть, как бы А у вас, соответственно, в параллели тоже АБ-тесты Ну, как бы, прям, то есть, части пользователей Вы просто показываете, условно говоря, там, новый интерфейс, да И потом тоже собираете вот эти данные И анализируете, так сказать, результаты Не, ну, туда стандартная практика АБ-тестов в Вебе Да, ну, то есть, это, вот, видишь, Веб, он, да, чем, как бы, хорош Тем, что отличается от офлайна Тем, что здесь можно делать, там, АБ-тесты А у нас трафика-то много Мы их можем делать, вообще, там, быстро, как бы, и много Ну, да Вот, поэтому это хорошо Вот Ну, там, с АБ-тестами, на самом деле, очень интересная история То есть, есть практика таких обычных АБ-тестов Вот, как бы, там, какую кнопочку сделать, там, зеленым цветом или красным Написать, там, заплати, заплати сейчас Или, там, что-то такое Вот, это Для этого есть, там, огромная туча инструментов на рынке Вот И, ну, на самом деле, как бы, у нас более, в основном, тонкие эксперименты Это, когда мы пытаемся понять влияние тех или иных вещей, например, на монетизацию Все гораздо сложнее, потому что там распределение сильно ненормальной пользователей То есть, есть, грубо говоря, там, небольшой процент пользователей, которые платят нам очень много денег Да, из-за этого, так сказать, там, классическая теория вот этих вот АБ-тестов Когда возьмем, там, просто, там, не знаю, по объемам на, там, на два баки Это все пользователи одинаковые И поэтому мы будем считать, там, просто, там, факты, там, конверсии Там, где больше стало конверсии, они там не работают Потому что, как только мы говорим о не какой-то бинарной величине, там, один нолик Вот А каких-то вещественных, типа, сколько нам денег, то есть, реально стали больше приносить Ну, вот, там, вся теория сильно усложняется И, там, классические инструменты не работают Поэтому все АБ-тесты мы реально делаем самостоятельно То есть, на сервер-сайде То есть, сами, там, делаем эти разбиения Сами потом анализируем группы, там, сами потом выпиливаем, там, всякие аномалии из групп Если мы, там, потом их находим Вот, в общем, это довольно такой сложный процесс То есть, он требует, ну, довольно серьезных знаний, там, статистики Чтобы его правильно делать Потому что, знаешь, банальная вещь, что, допустим, мы что-то поменяли И у нас конверсия увеличилась, там, на 5%, вот у нас не работает У тебя конверсия мог на 5% увеличиться Но средний человек мог, там, упасть, соответственно, там, на 6% Вот, и, то есть, поэтому здесь не все так просто Интересно, интересно Вот, ну, и АБ-тесты, на самом деле, они везде То есть, у нас есть много разных областей Могу перечислить, да, в которых мы, там, в основном, сейчас активно применяем аналитику Да, давай Да, вот какие-то есть То есть, смотри, у нас есть Мы занимаемся некими рекламными системами И у нас есть два, так сказать, ипостаси этого То есть, у нас есть собственный рекламный движок, который мы активно развиваем Вот, так называемый Авито-контекст Это, в принципе, аналог, там, Яндекс.Директ или Гугл.Этвордс Здесь философия, собственно, проста Это когда есть какие-то большие рекламодатели То есть, Авито, в принципе, мы стараемся поддерживать его Чтобы это был именно C2C, рынок Ну, то есть, ты, как правит, можешь прийти и найти что-то от другого участника Так сказать, заключить некую честную сделку и быстро купить-продать Это основная философия Ну, да Если пускать больших игроков, там, то, как бы, они все это завалят своими товарами И никому это будет неинтересно Приводится в маркет, как бы, ну, и мы, там, не собираемся комплировать с маркетом Вот, то есть, у нас это принципиально другая ниша Вот, соответственно, но, тем не менее, очевидно, деньги, они-то у рекламодателей, да Поэтому для них нужны какие-то продукты Вот, и один из продуктов, чтобы они не завалили нас Это, как раз, продавать некие позиции Ну, в поисковой выдаче, как это делает, собственно, Яндекс или Гугл Но здесь, собственно, нужно под капотом иметь вот весь этот движок Как раз, там, сети ArtPrediction Метчинга конкретного пользователя с конкретным, там, рекламодателем Конкретным товаром, да И поэтому, там, собственно, вот в полный рост возникают все эти задачки Как раз, машинного обучения Штрафик, у нас, на самом деле, большой Вот, то есть, ну, там, он, на самом деле, вполне сопостоим, там, с тем же, там, поисковым Яндексом И, ну, рекламодателей, конечно, поменьше Вот, но товаров у них тоже довольно много Вот, то есть, если Яндекс и компания, то у нас это товары Товаров довольно много, вот То есть, там, это тоже десятки миллионов Вот, то есть, это, ну, грубо говоря, это, там, несколько, там, грубо говоря, там 400 миллионов, там, событий, там, в день Где, там, на каждое, там, событие показывать Себе нужно, соответственно, выбрать, там, один из, там, 20, допустим, миллионов, там, товаров Вот, соответственно, там, вот Там много получается всего где тоже нужно поэтому активно применять машинное обучение, чтобы делать этот мэчинг. Поэтому и там, видишь, возникает как раз задача классическая и машинного обучения, и как раз такой просто больше аналитики, где нужно понять, кто наши клиенты вообще, почему они уходят, что для них важно, построить все эти дэшборды, разобраться с аукционом, соответственно, который там работает, почему там где-то там у нас мало денег, что делать с прайс-форами. Ну, в общем, люди, которые занимаются рекламой, они там понимают все эти вопросы, и, в общем, они тоже у нас стоят. Там есть команда, которая, в общем, этим и занимается. Вот, то есть у нас есть как бы направление перформанс-продуктов таких, а есть продукты, есть еще отдельная задача в рекламе, это когда мы, то есть, кроме всего прочего, мы должны, в принципе, монетизироваться и показывать некую внешнюю рекламу на Авито. То есть тот же самый Яндекс.Директ мы с удовольствием готовы показывать, когда там есть рекламодатели, которым интересно Авито. Вот, или там из Гугла, из других мест. И поэтому возникает интересная задача, когда есть куча внешних, так сказать, сеток, которые хотят что-то показывать на Авито, причем есть разные совершенно формы, там РТБ, аукционы, где-то просто там Яндекс.Директ. И нам, собственно, нужно понять, в каких местах и какую, так сказать, матрешку из этих показов нужно сделать, чтобы максимизировать свою выручку. То есть, когда говорю матрешку, это, например, что нужно вначале сделать, не знаю, вначале попробовать показать, не знаю, Яндекс.Директ, если он на этот показ не готов показывать никакую рекламу, кого потом вызвать, я не знаю, вызвать какой-нибудь AdExchange на Гугле, если он не готов показывать, кому потом отдавать, ну и так далее. И тут там все гораздо тоньше, то есть, ты каждый раз можешь задавать некие пороги. То есть, например, говоришь, я там отдаю сюда, если там рекламодатель готов заплатить больше, чем столько-то денег. Если он не готов, я отдаю там другое место его. А еще у нас, собственно, есть наши собственные движки, поэтому нужно еще их сюда замешать. И поэтому вот как замешивать все вот это хозяйство вместе, чтобы максимизировать выручку, это на самом деле такая большая, нетривиальная там аналитическая задача как раз. Там не какой-то супер-машин-леунинг, но это такое просто очень-очень тщательное планирование экспериментов, то есть, именно вот прям дизайнов экспериментов, потому что там у нас не так много точек, где мы это можем померить. Вот рекламные системы многие не готовы отдавать детальные данные, то есть, они не отдают данные на уровне прям импрессионов, то есть, на уровне, да, вот каждого показа. Вот, они больше отдают их на уровне, там, допустим, день или час. Вот, и нам нужно такой более высокий уровень аналитику делать здесь, чтобы понять, соответственно, как правильно где встать. Допустим, там по утрам, например, там можно поставить там больше порог там Яндексу, потому что утром, там, не знаю, Google лучше монетизироваться, например, там 10 или трафик, приходящий из Google. Вечером там как-то по-другому можно там поставить. И вот все вот эти вот анализы, это такой вот очень интересный процесс, как все это делать. Да, слушай, так насыщено много всего. Да, вот, собственно, это вот блок рекламы есть, там вот одни ребята трудятся. Например, есть другой блок, который как раз связан с монетизацией. Это классические вещи, которыми занимается Авито. Это там, ну, два классических способа вообще для всех классифайтов. Классифайтов, это досуг объявлений, это так называемый листинг фи, это плата за размещение. И доп. услуги. Собственно, есть такое как бы расхожее мнение, что вот там Авито жадное, там пытается везде со всех брать деньги. Но на самом деле не совсем так. В основном наши инструменты монетизации, которые у нас есть, они как раз направлены именно на, как ни странно, именно на помощь как раз и продавцам, и покупателям. То есть без явных ограничений, если это просто делать, то, ну, так сказать, просто там у тебя будет много спама, нерелевантного контента и прочее. Когда у тебя стоят какие-то ограничения, то продавцы начинают серьезно задумываться над тем, реально, так сказать, что я хочу разместить. Представь себе, если у тебя есть возможность размещать вообще все, что угодно, ты начинаешь там просто неадекватно подавать. А когда, соответственно, ну, с тебя начинают брать денежки с какого-то порога, ты начинаешь реально задумываться о качестве того, что ты делаешь, ну и все прочее. Поэтому вот эти монетизационные механизмы, они там служат двоякой пользой. Понятное дело, что мы на них что-то зарабатываем, но это на самом деле не первично. Для нас все-таки первично это качество контента и удобство пользования сайтом. Поэтому мы стараемся, чтобы частным клиентам не нужно было платить. Например, у нас продажа одной квартиры в месяц, она бесплатна. Продажа одной машины в месяц, она бесплатна. Продажа до 30-20 вещей, она бесплатна в месяц. Соответственно, у нас начинаются оплаты только с какого-то порога. И как раз понять, какую сумму начинаете чарджить, из какого, собственно, порога, это довольно такая интересная задача. Она сильно имеет специфику, зависит от города, от этой вертикали, от категории. То есть, там много вообще параметров в этой модели. И нужно много что анализировать, чтобы найти все эти оптимальные вещи. И причем здесь даже понятие оптимальности, оно видно всегда такое, так сказать, двоякое. То есть, с одной стороны, конечно, нам интересно зарабатывать какие-то деньги, но не это является нашей первичной целью. То есть, первичная цель – это все-таки, чтобы у нас было четкое разделение между правитами и компаниями. То есть, первично у нас все сделано для частных пользователей. Что для частных пользователей было бесплатно, для профессионалов. То есть, еще раз, они пришли на этот рынок, чтобы на нас зарабатывать. Как бы тут это честный бизнес. Ну да. Вот в этом смысле. Если мы это не будем делать, просто Авида превратится в eBay, где будет больше, так сказать, всего профессионального или там в маркет. Ну, то есть, мы не будем там конкурировать. Это просто не наша ниша. Вот. Поэтому одна задачка – это есть именно с точки зрения ценообразования здесь. Другая, соответственно, тоже интересная задачка – это ценообразование в доп.услугах. Это вот, ну да, не знаю, для тех, кто был на вид, это все, что связано с… Вот если вы подали объявление, допустим, у вас там мало звонков, вы хотите, чтобы у вас было больше клиентов, кому оно интересно. Вы можете там поднять поиски ваше объявление, выделить там, пока это в специальном месте. Вот эти все доп.услуги, которые есть, у них там разные цены, которые тоже зависят от географии и от категории. Потому что одно дело, очевидно, там, вы продаете, например, там, я не знаю, квартиру, другое дело, вы подаете там в Москве, да, другое дело, ты подаешь там детскую одежду где-нибудь там, не знаю, в Омске, например. Очевидно, что стоимость дополнительного ряда, то есть и ценность, которую мы приводим, это принципиально вообще разные вещи. Ну, конечно, да. Вот. И, то есть, ну, на самом деле, что интересно, что вот на самом деле, как бы ценность для людей, она очень слабо коррелирует со стоимостью товара. То есть, как бы, знаешь, такое расхожее мнение, но изначально тоже мы там сильно зарубались на этот счет, что вот, так сказать, там, явно должно быть, там, я не знаю, там, не знаю, допустим, там, Мерседесы должны стоить, доп.услуги на продажу Мерседеса должны стоить больше, чем, там, например, там, Жигули, например, там, да, там, продажи, там, ну, да, вот что-нибудь такое. Вот, да, как бы по факту, там, по факту, когда там, ну, реально подходишь к всем этим задачам статистически, то там понятно, что, на самом деле, эта цена, она больше зависит от таких факторов, как желание людей как можно быстрее продать этот товар, вот, и там, соответственно, и самое важное, что оно зависит от конкуренции. Например, если у тебя какой-то редкий товар, какой-то редкий Мерседес, ты, как бы, и так один. Когда тебя, кому-то нужно найти, у тебя никакой конкуренции нет, у тебя, там, выделяться бессмысленно, то есть, как бы, это ничего тебе не надо. Да, ты, как бы, и так один, вот. А если конкуренция большая, ну, у тебя даже, может быть, товар дешевый, тебе нужно его быстро продать, тогда ты, собственно, как раз готовы делать эти дополнительные инвестиции. Вот, например, там, не знаю, там, вот Жигули, там, все продают, да, и, как бы, тебе нужно, наверное, выделиться, чтобы именно твой, как бы, Жигуль купили первым. Поэтому, очевидно, тебе нужно, как бы, что-то добавлять. Особенно, значит, интересно в категории, допустим, животные, то есть, у нас, в самом деле, одна из самых, одни из самых больших цен на допуслуги – это именно в категории, по-моему, животные. Вот, то есть, там интересно, то есть, на самом деле, это можно долго спекулировать, почему оно так, вот, но по факту, там, гипотезы основные такие, что, то есть, людям нужно продавать этих животных, пока они еще маленькие, да, то есть, там, котят или щеночек. Чем дольше, как бы, да, получается, время растут, и уже сложнее. Да, 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 поэтому, в общем, очевидно, что сама там, цена, там, животного, там, меньше, чем машина, но это просто есть некий интервал, когда тебе нужно, собственно, эту сделку сделать. Вот, и поэтому там вот такие вот интересные вещи. Вот, но они, на самом деле, все, то есть, поскольку у нас товаров, там, бесконечно много, грубо говоря, там, мы не можем каждый сидеть и думать о причинно-следственных связях, да, как это невозможно. Поэтому больше мы используем, как раз, статистические методы для того, чтобы, ну, понять, где, какую цену, там, максимально ставить. Вот, и поэтому это такая большая интересная задача, потому что, я уже говорил, мы федеральные, у нас много категорий, вот, и все это, там, рынок непередно меняется, опять же, где-то появляются, там, новые конкуренты, где-то старые уходят, там, где-то экономические, экономическая ситуация, там, улучшаются, ухудшаются, и поэтому тоже все это надо учитывать. Одновременно. Да, слушай, а еще, знаешь, помню, Миша Тюрин рассказывал про интересную задачу, как при размещении объявлений, как вы еще отличаете, так сказать, там, что это бот, ну, у вас в любом случае объявление проходит в модерацию, да? Да, 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 есть такая штука тоже, Александр, очень интересная задачка, там, люди трудятся, это отдельная область, вот, как раз, область модерации, даже, скорее, здесь вопрос не бот, не бот, то есть, с ботами все-таки… Ну, там, не знаю, качество, в общем… Да, 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 то есть, вот тут интересная задачка это как раз про то, чтобы смотреть на качество контента, и задача действительно очень интересная, потому что контента у нас много, то есть, там, в день, там, больше, чем, по-моему, там, 2 миллиона объявлений идет на входе, вот, их посмотреть все, ну, то есть, очень-очень-очень тяжело, и здесь, как раз, ну, здесь, очевидно, там, работают и машины, как бы, и люди совместно, вот, то есть, там, какие-то вещи смотрятся, там, машинами, какие-то вещи, которые, соответственно, там, машины, где, там, видят, что-то подозрительно, направляются, там, людям на дополнительную проверку, то здесь, да, такая большая, большая, то есть, могучая система, которая, собственно, там, очень, ну, то есть, мы ее неперерывно совершенствуем, потому что, знаешь, это, ну, это вот в честном виде, как бы, гонка в вооружении, вот, потому что, то есть, это основной способ обхода нашей монетизации, это, очевидно, какие-то способы, там, возможности подачи дубли, регистрации новых аккаунтов и так далее, да, как я говорил, то есть, мы хотим быть для участников бесплатными, поэтому, так сказать, это, такой, наш очень, просто, так сказать, такой honeypot основной для всяких разных людей, которые хотят обойти, ну, то есть, профессионалов. Ну, профессионалы хотят все бесплатно, да, всё это понятно. Да, да. Хотя зачем мне платить деньги, когда я могу, там, зарегистрироваться с less than 10 аккаунтов, так сказать и, там, подавать все бесплатно, да, как Они реально делают плохо всей экосистеме, потому что покупатель, когда пытается что-то найти, он видит 10 раз одно и то же. Он 10 раз это подал, он видит это 10 раз, это плохо. И мы с этим очень сильно пытаемся бороться. У нас главная цель – не срубить бабла. Монтизационные механизмы по факту являются некими защитными для того, чтобы защищать наших покупателей. И здесь действительно нужны серьезные системы, которые постоянно опять же совершенствуются, потому что там все не стоят на месте, это некая гонка вооружений. Если, знаешь, просто пойти погуглить на тему бесплатное размещение на Авито, там будет много-много страниц. Есть прям гигантские облачные компании, которые предоставляют эту услугу с 24 на 7 поддержкой, чуть ли не с АПИ. Ну, короче, это прям серьезный бизнес. Ну, сам понимаешь, все равно люди занимаются недвижимостью. То есть, тебе продать одну квартиру – это несколько миллионов рублей на сотен тысяч на барже. Если там ритка – это несколько миллионов рублей на барже. Ну да, да, да. То есть, знаешь, пытаться что-то экономить никто не будет. И поэтому действительно это такая прям гигантская гонка вооружений. Я там не могу суперподробно рассказывать, как это работает, но это одна из таких самых, наверное, продвинутых систем, которые у нас есть, где реально есть и люди, и машины. И это там постоянно-постоянно совершенствуется, потому что и с одной, и с другой стороны, то есть, оно все не стоит на месте. То есть, скажем так, просто создать дубликат на Авито довольно уже сложно. Даже частнику, который довольно-довольно хитро это подумает, профессионалу на нескольких аккаунтах разместить одно и то же можно, но тоже с определенными сложностями. И наша вещь, основная задача этих систем, это как раз мы, очевидно, никогда не можем полностью, так сказать, убрать эффект вот этого такого хитрого спама, но наша задача – повышать порог вхождения туда. То есть, чтобы просто было в конечном итоге тебе проще заплатить нам эти деньги, если ты хочешь, так сказать, повышать себе ликвидность, нежели чем думать, покупать дополнительные сим-карты, всякие сим-банки, идти в отдельную компанию, которая занимается этими черными делами. Ну да, да, да. Вот, то есть, вот смысл именно в этом. То есть, мы там не тешим себя иллюзиями, что мы абсолютно на 100%, там, 99 и много там девяток, можем закрыть этот поток, как бы нет. Вот, я помню, мы проводили статистику, у нас в неделю что-то типа на вход идет что-то типа больше миллиона дубликатов, объявлений, которые являются дублями, которыми мы как бы, ну, то есть, видим, что они есть. Вот, и если этого не делать, то есть, то, что мы делаем, там, все это, наверное, превратится в помойку, как бы, и закончится, вот, поэтому, там, ну, как бы, это там такая такая очень важная сфера, которой занимаются люди, и там. То есть, это, ну, один из основных моментов, где используется у нас, как раз, аналитика довольно там, ну, полный рост. Понятно. Слушай, ну, так много ты всего рассказал в целом, в целом, каких-то таких моментов. Хочется каких-то, может быть, я уверен, так сказать, слушателям тоже каких-то технических, может быть, подробностей, вот, про что-нибудь, если ты там расскажешь, какие-то там использования. Я не говорю, что, понимаешь, что там полностью рассказать, там, как работает какой-то ваш продукт, наверное, это не получится, понятное дело. Но хотя бы ваши, так сказать, подходы, там, может быть, какие-то там архитектуры, вот, языки, алгоритмы используемые. Смотри, ну, то есть, с точки зрения технологии, у нас стэк выглядит следующим образом. То есть, у нас нет ничего из Java, то есть, у нас нет никаких Hadoop, вот, ничего с этим связанного. У нас, то есть, хранилище у нас сделано на такой технологии HP Vertica, это такая кластерная база. Ну, да. Как бы, она хороша тем, что как раз можно к ней SQL писать, то есть, поэтому, как бы, когда только в ней, ну, то есть, все витрины уже есть, вот, и то дальше аналитики любые могут уже с помощью SQL писать к ней запросы, вот. И, так сказать, ну, любые там даже самые сложные анализы, она, как бы, вот, весь heavy processing берет на себя. То есть, не нужно писать, там, appreduce хитрый, просто можно взять людей, как бы, то есть, довольно много на рынке людей, которые умеют писать SQL, и это, как бы, это хорошо. Вот. Всю обвязку, то есть, весь, как бы, ETL, да, что называется, мы пишем на питоне сами, то есть, мы не используем каких-то вендорских, там, решений для того, чтобы, там, загружать, там, эти данные, то есть, мы сами пишем на питоне, потому что… Ну, это вот, в том числе и с полгрессом, и все это через питон, так сказать. Да, 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 вот. Значит, ну, потому что довольно много данных, и там нужно довольно низкоуровневой оптимизацией заниматься, на самом деле, чтобы все это ворочить туда-сюда. А вы, соответственно, на этапе ETL тоже какую-то же фильтрацию, да, агрегацию проводите, но вот, которая… Да, совершенно верно, то есть, мы производим, как раз, вот преобразование, да, многих данных, то есть, там, там, скорее, знаешь, происходит некое разворачивание них, то есть, они, там, в одном формате поступают на вход, вот, и в другом формате их нужно потом, там, сохранить, чтобы они были удобны для анализа, вот. И вот это преобразование данных, там, объединение, там, чем-то, обогащение, оно действительно происходит, ну, вот, там, на этап первичном. Ну, то есть, например, там, банальный пример, там, не знаю, мы себе грузим, там, допустим, на поток чатов, да, который есть, вот, и спустя только какое-то время становится известно, какие из них являются спамерами, какие нет, и нужно потом обогащать, там, эти данные, там, дополнительно, вот, соответственно, вот, там, все нужно делать. Ну, поэтому, реально, там, знаешь, все делится на два этапа, грубо говоря, там, один этап, это, вот, на питоне данные загружаются, там, как-то немножко преобразовывается, второй этап, это уже in-database, они, там, дополнительно, как-то потом еще уже структурируются в правильный вид для анализа и раскладываются, там, для долгого хранения, уже, там, по камерам, грубо говоря. Ну, это, как обычно, условно говоря, первый ETL просто загрузить, так сказать, не совсем сырые, а вот самые легкие на поверхности без дополнительных, как бы, затрат и, там, лазание в разные сторонние сервисы данные, положить а-ля в стейджинг и потом уже оттуда уже их, как обычно, загрузить уже в конечном виде, который удобен для уже конечного анализа. Да, да, то есть, вот преобразование внутреннее уже происходит в базе данных, потому что она, как бы, быстрая, вот, и, там, как бы, она, конечно, делает это быстрее, потому что она кластерная, во-первых, вот, то есть, это сразу расправлельно происходит на многом, на большом количестве машин, вот. Значит, это так встроено. Значит, дальше, после того, как данные уже лежат в хранилище, есть, собственно, два, как бы, слоя, то есть, есть слой, когда мы просто некие BI-инструменты, у нас, вот, мы используем табло, такая, в принципе, вещь, она нас устраивает, где как раз можно и опубликовать некие источники данных, так называемые, там, дата-сорсы, то есть, так, чтобы люди дальше самостоятельно, у кого есть, так сказать, веб-версия, могли их, там, слайсить-индайсить, так, как им интересно, и искать, там, какие-то свои, собственно, проверять гипотезы, искать, отвечать на какие-то свои вопросы, вот. Вторая тема – это, ну, в принципе, мы предоставляем SQL-доступ, очевидно, на хранилище, и есть у табло есть толстый клиент, когда можно для других настраивать какие-то отчеты, дополнительно, там, их публиковать, вот, для того, чтобы это можно было делать, вот. Это, грубо говоря, такой стэк, так сказать, ну, аналитика основной. Есть еще некие, там, вот, профильные дата-сайентисты, это те люди, которые занимаются машинкой, то есть, основной язык у нас машинки – это тоже питон, вот, то есть, питон, ну, и классические вещи, в основном, которые используются, там, это, ну, либо какие-то эскалерновские штуки, либо там, где, ну, такие довольно большие хайловодные вещи, мы алгоритмы пишем сами, вот, в принципе, это на питоне, но мы их пишем сами, и тут бывает, на самом деле, два основных таких кейса, как у нас происходит, там, внедрение каких-то аналитических ассетов, то есть, это либо аналитики, они сами же являются разработчиками, то есть, они поддерживают некий элемент системы, который отвечает за, там, ту или иную аналитику, то есть, ну, например, исторически в том же, там, проверке качества контента, если основная инфраструктура сайта, ну, собственно, через которую, там, проходит, ну, есть некий цикл объявлений, то есть, объявление подано, она, там, по разным этапам проходит, там, там, проверяет его и так далее, и вот, аналитика своими алгоритмами встраивается в этот процесс, то есть, есть определенные очереди, там, куда он в очередь попадает, аналитика вычитывает из этого очереди, есть отдельный питоновский сервис, который все это проверяет, потом, когда он проверен, он там пишет некорректирующую очередь, и, соответственно, там, дальше объявление идет по циклу проверки, вот. Ну, вот, полностью сервис, который занимается неким скорингом объявлений, он реализован аналитиками. Это один процесс. Второй бывает кейс, это когда система реально очень нагружена, например, рекламная, где нужно на каждый импрессион проводить миллион опционов и делать это очень быстро, не больше на 100 миллисекунд. Там так не получится, потому что нужно очень глубоко понимать, как что устроено. И там на уровне поискового движка нужно реализовывать эти модели, поэтому процесс немножко другой. Это аналитики сначала в офлайне реализуют некую модель и логику того, как она должна апдейтиться вообще со временем. И потом есть некий процесс, который в виде коэффициентов передается в промышленную систему, так сказать, эти вот апдейты и она там уже в поисковый движок впиливается и быстро на уровне поискового движка работает. То есть понятно, что весь такой хайлот он в основном работает именно на каких-то линейных моделях. Здесь просто важно именно вот эти коэффициенты, которые есть у этих линейных моделей, чтобы они тоже там с неким временем пересчитывались. То есть пересчет как раз идет на стороне, то есть ими занимаются аналитики, но дальше сам споринг, как видно, он в промышленной. Ну да, и в офлайне, поскольку они тяжелые, как бы да, просто они дальше загружаются уже в сам движок выдачи, который на лету просто перерывы коэффициентами очень быстро уже принимает решение. Да, да. Тут вот как раз, ну то есть вот это довольно такой, знаешь, болезненный процесс, потому что там всегда возникает нюанс, что в этих вот всех моделях есть такое понятие, как фичи, то есть какие-то вещи нужно считать. То есть, например, там, давайте посчитаем, я не знаю, какую-нибудь, ну там, фичей, например, является релевантность поискового запроса и текста конкретного объявления. Вот, например, вот просто такая фича, например, BM25 между запросом поисковым и текстом объявления. Так вот, соответственно, там, BM25, то, как он реализован там в поисковом движке и то, как он реализован в инвайронте аналитиков, может отличаться. Вот. И, как бы, это проблема. Вот. Соответственно, сделать так, чтобы оно вот все было одинаково и сделать так, чтобы вот тестировать, чтобы модели реально выдавали одинаковые аутпуты в аналитическом инвайронте и в продакшенном, это вот некий там челлендж, который мы там каждый раз нужно решать. То есть, поэтому, ну то есть, это сейчас действительно так, ну, видимо, там, пока мы другого варианта не видим. Но вот когда реально система Highload, к сожалению, вот с этими проблемами нужно сталкиваться. То есть, нужно ну, строить очень четкий там контур тестирования. И, да, прежде чем все тестированные системы там не выверены, что они дают одинаковые результаты на обоих там потоках. Ну, да, да. Я вот как раз только говорил, что здесь получается только как бы проводить как бы тесты и сравнения по факту на большой какой-то разнородной выборке, чтобы получить как бы... Да, да, да. Ну, это, в принципе, ну, то есть, эта проблема там перед всеми стоит, все как бы делают, но вот это просто реально большой челлендж, что здесь очень много времени на это тратится, как бы. Вот. Чтобы ситуация когда-то менее... Когда система менее требовательна к нагрузке, можно просто там полностью на воткоп аналитикам дать, так сказать, вот, ребят, да, там вы сами полностью отвечаете и за продакшн, вот и за это. То есть, ну, когда система, так сказать, менее продакшновая, там можно... Ну, и меньше риска, если она упадет, что-то плохое случится. Ну, вот. Просто используется система рекламная, как бы, не очень хорошо. Ну, понятно, да. В качестве контента там, ну, самое худшее, что может произойти, так сказать, весь поток полностью будет, так сказать, ну, то есть, люди будут анализировать без каких-либо подсказок вообще-то. Ну, там, с этим можно какое-то время пожить, в общем, грубо говоря. Вот. То есть, как бы бизнес от этого не остановится. Вот. Поэтому, так сказать, просто разные случаи, ну, разные кейсы требуют разных сложностей вот этих вот систем. Вот. Ну, а еще раз говорю, основной стэк – это Python, вот, то есть Scikit-learn, там, Pandas для, там, дата-фреймов, то есть, вот этих вот табличных данных для их анализа. Вот. Где хайлотки – это собственная реализация алгоритмов, там, где что-то менее, это различные композиции, аля, там, вот мы, там, людям, любим, допустим, в общем, там, XGBoost, да, там, любимая библиотека сейчас всех времен и народов. Вот. Это такие деревья решений, которые довольно-таки прокаченные, то есть, они, там, умеют на больших выборках, в общем, работать и учиться, в отличие от классических, того, что есть с Scikit-learn. Вот. Ну, это, грубо, да, это некий такой аналог MatrixNet, то есть, понятное дело, там, MatrixNet, там, раньше, там, немножко получше, вот, но, там, это было самое лучшее с приближения, которое, так сказать, open-source люди там заперили. Поэтому, если смотреть, там, какие-то последние конкурсы, в основных, там, всегда, там, сколько-то, там, сотен, там, XGBoost, плюс, там, что-то. Вот, XGBoost – это некий такой, некий такой гол-стандаж, что обязательно тебе нужно его, там, применить. Вот. Ну, то есть, плюс потому, что, понятно, это некие деревья, а деревья, они хороши тем, что не надо заниматься каким-то предподготовкой обучающей выборки, они там жрут абсолютно все, они там все равно, там, что числовые переменные, что, там, вещественные, там, что, то есть, скейлинг, не скейлинг, их в этом все там заморачиваются, не надо фильтровать ничего, они там сами разберутся. Вот в этом, в этом, как бы, деревьев решений. Понятно. Слушай, ну, хорошо, так, прям, даже интересно было. Давай еще, знаешь, хочется, как-то вот, поскольку ты давно уже в этой сфере, да, аналитики, просто как-то твое вообще впечатление о том, как вообще вот все это направление, да, развивалось, на какой оно там стадии, так сказать, находится сейчас и куда все вообще это движется. Потому что ясно, что, ну, с моей, так сказать, несколько дилетантской, да, точки зрения, там, ну, раньше, как бы, особо, там, и Big Data, и таких слов-то никто не знал, ну, были какие-то сайтики, там, какая-то посещаемость, но никто особо, наверное, этим сильно не заморачивался. Но с ростом, соответственно, да, и сейчас вообще, как бы, там, интернет и, так сказать, все, все везде, везде у всех, там, на мобильных, в десяти экземплярах все это увеличивается, и объемы, и, так сказать, они, по факту, и бизнес, собственно, растет, да, так сказать, и везде эти задачи становятся играть довольно-таки важную роль, вот, как оно все это развивается вообще. Да, смотри, давай я расскажу, что я, что я, там, за свою карьеру, какие процессы мог наблюдать. Ну, да, да, да. Вот, ну, давай, наверное, начнем с точки зрения, там, технологий, то есть, с точки зрения, с точки зрения технологий, там, все больше и больше, как бы, машинного обучения сейчас уходит в, значит, в сторону таких, неких, там, blackboxes, вот, когда требуется все менее и менее, так сказать, знания, там, прикладных, прикладной, там, математики, статистики, почему и как это работает, и все больше и больше, так сказать, люди, которые, там, принципиально не понимают, вообще, там, мат-аппарат, который за этим скрываются, просто могут, так сказать, на там просто больших выборках и там неком большом тулките добиваться там совершенно там фантастического качества, да, того, что там, ну, то есть раньше, то есть при предыдущих развитостях, то есть реально нужно было раньше сидеть и там аккуратно там готовить данные, знать аккуратно всю кухню, там прям как вот все, что делается. Вот сейчас зачастую этого уже всего не требуется. То есть если посмотреть, знаешь, допустим, людей, которые выигрывают там многие соревнования, это там люди, которые просто есть просто гигантский опыт использования тулкитов, причем как нейронных сетей, так и всяких разных просто других, и которые там, ну, реально не требуют, то есть, ну, они там детально не понимают, почему это так, но просто замес там гигантских миллионов там ансаблей там многоуровневых, вот он просто, так сказать, это вытягивает. Вот есть некий такой тренд, когда вот, по крайней мере, когда народ занимается оффлайн каким-то моделированием, то есть некого такого черного ящика, когда там реально можно большое качество добиваться. Почему, на самом деле, оно появилось относительно недавно, этот тренд? То есть первое, это, ну, появилось немного опенсорсных тулкитов, реально хороших, которые, то есть, вот прям там все уже есть у них. И второй момент, это то, что раньше так бы нельзя было делать, датасеты были маленькие. Только ты пытался так делать, у тебя мгновенно возникал процесс, проблема переобучения. То есть у тебя просто, так сказать, все быстро переобучалось. И это когда ты, ну, переобучение – это такая штука, когда у тебя данных немного, и у тебя модель настолько сложная, что она запоминает полностью твою обучающую выборку, грубо говоря. И тебе кажется, что вот на этих данных у тебя все хорошо, но как только ты получишь новый какой-то сампл, там все будет плохо. Ага, понятно. Вот, но как только возникла бигдата, да, то есть у тебя данных реально стало настолько много, что даже очень сложные модели, они уже не могут переобучиться, потому что данных все равно очень-очень много. То есть реально, когда вот цифровой мир, мы полностью можем его оцифровать. Вот, то есть как бы это прям совсем другое. Это вот вопрос всяких разных проектов, там, да, там, Google Brain и прочее, просто у них данных настолько много, что даже они могут брать супер-мега-гигантскую нейросеть, там, с миллиардным количеством коэффициентов, и даже она там не переобучится. И все равно она не покроет, да. Да, и она все равно не переобучится, да, и будут там ловить какие-то какие-то маленькие важные нюансы, действительно. То есть это вот первый момент, да, так сказать, вот, ну, то есть два вот этих момента. То есть первое, там, большие датасеты, потому что, ну, то есть цифровые технологии в нашу жизнь, там, все больше и больше входят, все больше и больше, все логируется, все, так сказать. Ну, да, да. Все замечается. Второе, это то, что более мощные open-source инструменты появились. Вот, обучение, так сказать, и на локальные машинки, и кластерные технологии. Плюс, видишь, сейчас, в принципе, любой уже может себе подключить, там, ну, любое облако для, там, любого сложного, там, любого рода сложных вычислений. И поэтому, там, так сказать, даже в руках, там, студента может оказаться сколько угодно большой датасет, сколько угодно, там, большие мощности, и на которых можно, там, сколько угодно мощные штуки попробовать. Вот, поэтому, ну, вот эти вот, наверное, три тренда основные, до точки зрения технологий, почему вот мы там, где мы есть. Вот, то есть, ну, и я реально вижу дальше, что точно все будет технологически развиваться в сторону каких-то черных ящиков. То есть, сейчас, вот, знаешь, последний тренд, там, везде все на всех конференциях, там, просто, там, писают кипятком от нейросетей. Вот, раньше такого, в принципе, не было, там, ну, там, был некий и теоретический прорыв, когда их научились сделать, строить так, чтобы они не переобучались, вот, там, вот в дип-ленинге. Ну, и, в принципе, датасеты стали настолько большие, что их, то есть, они теперь не переобучаются. Ну, и третий пункт, что, наконец-то, у нас там появились, там, видеокарточки, на которых можно, там, даже, действительно, простые люди, так сказать, на простых компьютерах могут, там, иметь эти террафопы мощностей, чтобы, там, строить, действительно, сложные модели. Вот, поэтому вот эти вот три тренда. Ну, и дальше, я думаю, то есть, это все будет, так сказать, улучшаться, улучшаться, улучшаться. То есть, как ты знаешь, там, вот эта вот, там, гонка сейчас, у кого более модный нейросетевой фреймворк, она идет, там, у Google есть там свой TensorFlow, там, Microsoft недавно выпустил, там, есть куча еще компаний, там, у Facebook там свой, так сказать, куча народа, в принципе, соревнуется про это. Да, и здесь, видишь, еще какой-нибудь интересный тоже момент, что вместе с тем, что развиваются технологии, как раз вот есть, развиваются и сами вот выборки для обучения, да, вот, например, есть в нейросетях такая прекрасная вещь, как ImageNet, да, это такая единственная база, да, там, 15 миллионов картинок, как раз, которые, последний, не такой эталон, по которому все там бенчмаркаются, кто или как бы меряется своими нейросетями, вот, это как раз очень здорово, потому что, так сказать, когда есть некий стандарт, на котором можно всех проверить, то есть, там же есть такая большая проблема, в принципе, в ресерче, да, и там, что на конференцию приходишь, каждый тебе рассказывает, вот, у меня там новая, там, есть модель, она лучше всего, что было раньше, окей, типа, чувак, а как ты это докажешь? Вот, я провел эксперимент, и на моих экспериментах она там лучше всего, что было раньше. Ну, понятно, да. Да, как бы, вот, ну, вот, а когда есть некие эталонные и выборки, такие реально большие, да, в которых реально можно прийти и сказать, вот, было раньше, вот, как бы, я, и вот мой код на GitHub, и все могут заповестить и проверить, что действительно так. Вот, это как бы некий принципиально другой уровень, вот, на котором все это работает. Вот, знаешь, вот это вот датасеты, хардвара, технология, как бы, плюс открытость, к которым, собственно, все идут, то есть, в принципе, все большие компании, они там, большого секрета из своих технологий, они, собственно, в принципе, не строят. Это здорово, там, не знаю, Google, там, открыл, там, Inception, там, Facebook, там, всякие, там, ResNet свои открывает, то есть, ну, это там реально здорово, то есть, они все это, в принципе, открывают широкому комьюнити, так, чтобы люди могли эти технологии, там, пробовать и применять, там, в других областях, вот, ну, там, ну, это реально здорово, что можно прийти, там, попробовать все эти вещи, то есть, ну, они, там, абсолютно, не, там, ни для кого не секретны. Вот, ну, в принципе, тоже пытаемся по этому пути идти, то есть, мы, не знаю, ты знаешь, мы устраиваем много разных конкурсов, там, на Кагле устраиваем тоже открытые. Ну, да, слышал. Могут прийти, там, потестить наши датасеты, там, поучаствовать, там, вполне, там, серьезные денежки, там, за это даже получить. Вот, и локальные конкурсы мы тоже устраиваем. Вот, вот эта вот открытость, на которую, там, как бы, сейчас идут компании, мне кажется, она тоже одна, там, ну, одна из важных, собственно, таких вех на этапе, вот, развития. Ну, что ж, ясно. Вот, она, мне кажется, довольно-таки неплохо мы с тобой так обсудили, вроде все вопросы, вот. Спасибо, да, мне кажется, тоже. Было довольно-таки интересно рассказать, да. Да, надеюсь, надеюсь, слушателям тоже понравится. Ну, еще раз призову всех, там, не стесняться комментировать, высказывать свои замечания, какие-то моменты, пожелания, там, в комментариях, не знаю, в Твиттере, где угодно, вот. Как бы мы, я особенно, так сказать, всегда слежу, вот, передаю там, если вдруг своим гостям, вот, поэтому всегда они отвечают. Это я слушателям говорю, так что не стесняйтесь. Вань, спасибо тебе большое, что пришел, вот. Если есть что-то в конце хочешь добавить, то самое время. Ну, что интересного можно добавить? У нас есть всегда очень интересные задачки и конкурсы, которые мы проводим, то есть, и обычно мы про них широко рассказываем в комьюнити, когда они проводятся. Вот, приходите, участвуйте в них. Задач у нас много. В принципе, у Аито самом тоже есть много разных интересных возможностей приходить и порешать задачи. Поэтому, если у кого какой-то есть интерес, там, мои контакты, я думаю, можно как-то найти. Да, они будут, конечно, как всегда, да. Если кто-то просто хочет, там, по жизни тоже пообщаться на тему, как на что устроено вовид, там, давайте, тоже пишите, с удовольствием отвечу на вопросы. Да, хорошее завершение. Все, всем спасибо, что были с нами. Спасибо большое, Константин. Давайте, пока. Да, всем пока-пока.